Вот этот автомобиль стоит на этом месте уже не один день. Судя по тому, как глубоко вросли колеса в землю. А рядом находятся следы еще от нескольких автомобилей, которые облюбовали это место в качестве ночной стоянки. И подобных примеров в округе множество, особенно в вечернее время. А днем, как подтверждение, следы от протекторов на газонах. Очень часто в этом районе сталкиваемся с проблемными парковками. Жители в ночное время, в утреннее паркуются на местах, как вы видите, повреждая газоны, уничтожая травяное покрытие. Здесь у школы номер 10 еще и другая проблема. Водители, подъезжая к учебному заведению, игнорируют запрещающий знак. В настоящее время существуют сложности к подъезду сотрудников учебного учреждения, а также подвоз питания и обеспечения нужд школьников данного учебного учреждения. В связи с тем, что вдоль подъезда осуществляется парковка транспортных средств, как с правой стороны полосы движения, так и с левой полосы движения. Сами автомобилисты, правда, нарушителями себя не считают. А вы вот тут под кирпичом стоите. Как вообще? Здесь запрещено. Вообще знак «кирпич» еще ничего не означает. Он означает дополнение к правилу, что въезд запрещен. Но обстоятельства бывают разные. То есть у вас сейчас такие обстоятельства? Да. Конечно, это не оправдывает водителя, как не оправдывает и тех представителей пассажирских автотранспортных предприятий, которые устраивают отстой автобусов за пределами территории, отданной муниципалитетам специально для стоянки общественного транспорта на конечной точке маршрута. Вся грязь по микрорайону. На что и происходят жалобы. Предприниматель, который, я думаю, отдан на территорию для разворотного круга коммерческого такси, должен оборудовать ее и твердым покрытием для себя, и урнами для водителей, чтобы не было сброса мусора. Штраф для недобросовестных парковщиков, как частных авто, так и автоперевозчиков, варьируется от одной до пяти тысяч рублей. А вычислить хозяев несложно. В этом ГОСАДМИСКОНОДЗОРУ помогает служба ГИБДД и неравнодушные жители, присылающие подобные фотографии. Татьяна Брылова, Владимир Андреанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.